Очередной матч Фонбет Кубка ФНЛ, в котором Краснодар одержал победу над питерским Динамо. С умением об игре и в целом о турнире поделится наставник краснодарской команды Дмитрий Иванович Кудинов. Пожалуйста, несколько слов. Что касается непосредственно этого матча, понятно, преследуем свои цели и задачи. И в этом матче дали поиграть большому количеству игроков. И первый тайм так вяло провели, все-таки усталость накопилась. В перерыве сделали 7 замен и вторую половину переиграли соперника, создали моменты, забили два мяча. Я думаю, что мы заслуженно победили. Что касается турнира в целом, мы во второй раз принимаем в нем участие. Конечно же, непосредственно нам тяжело соревноваться с командами из ФНЛ. Но я думаю, что для команд, для подготовки к чемпионату, хороший турнир, вроде и товарищеские игры. Но все равно есть спортивная составляющая, соревновательная. Поэтому он, безусловно, полезен в качестве подготовки к чемпионату. Ваша команда шла от матча к матчу. Вот, наконец-то, первая победа. Прогресс чувствуете в игре, в действиях, в сыгранности футболиста? Чувствуется прогресс, конечно. В первую очередь, в понимании того, в чем нам нужно еще прогрессировать. Потому что все-таки тяжело нам здесь было. И, надеюсь, мы основной прогресс увидим уже непосредственно в чемпионате, когда будем играть в своем турнире. И там эти игры, которые мы здесь провели, должны пойти нам на пользу. Ну, турнир показывает, что команда из второго дивизиона может побороться за самые высокие веста. Вы, наверное, в курсе, да, что Чертанова будет играть в финале? Или для себя какие-то выводы по этому турниру сделали? Где прибавить, где что-то подкорректировать? Да, конечно. Ну, Чертанова там история такая, что, да, в прошлом году они не выиграли ни одной игры, забив всего один мяч, да, а в этом году они играют в финале. То есть это нормальная практика, скажем так, ребята прогрессируют. И мы, дай бог, сохраним эту команду, которая у нас сейчас есть. И надеемся, в дальнейшем также, ну, то есть у нас прогресс будет налицо. Конечно, такие игры многое нам показали, многое нам предстоит над многим работать в дальнейшем. Вот поэтому, ну, и в основном в этом, за этим-то мы сюда, в общем-то, и ехали. То есть вы всем довольны? Ну, мы не довольны результатом, конечно же, как можно быть довольным, когда ты проигрываешь, там было поражение у нас с крупным счетом. Но этому есть свое объяснение. Вот, естественно, мы не можем быть довольны результатом, но, надеюсь, мы будем довольны по сезону, по-нашему, так как это нам должно пойти в любом случае на пользу. Сергей Галецкий обращает внимание на вашу команду? Посещает тренировки, там, игры, возможно? Ну, конечно, Сергей Николаевич в курсе всех событий, которые происходят не только в нашей команде, вообще во всей Академии. Тренировки практически ежедневно находятся на базе в Академии, проводятся совещания, ну, то есть он и смотрит видеотрансляции практически всех матчей, поэтому там президент клуба полностью в курсе, что у нас происходит. И владеть информацией по каждому игроку. Спасибо.